Здравствуйте, наконец-то я поддался вот этой вот модной тенденции бриться какими-то странными вещами, которые не предназначены для бритья. У нас сегодня на моем супер канале, где я иногда делаю свои премиальные обзоры, новая штука. Это Philips OneBlade, версия с тремя насадками, я ее выбрал, потому что у нее более-менее нормальный дизайн, хотя, по сути, мне хватило бы самой дешевой версии, в которой две, по-моему, насадки и чуть поменьше аккумулятор. С помощью этой штуки можно делать контуры, подравнивания и просто брить свое лицо. Все уже сделали обзоры, все блогеры уже завалили YouTube всеми своими мнениями. Ну, разве что, там, Мистер Макс и Ивангай еще не делали обзоры, или то, потому что им еще рано бриться. Но я решился и купил. Что меня на это сподвигло? Во-первых, я постоянно заросший бриться, я не очень-то и люблю, делаю это редко. И подумал, что иметь одну такую штуку намного интереснее, чем иметь все остальное, что у меня сейчас есть. На самом деле, это триммер для бороды с Алиэкспресс, который за 300 рублей, но работает сеточная бритва, или сетчатая, как она правильно называется, бритва Брау, который я, в общем-то, обычно не бреюсь, и станок Жилет Мак-3, которому безумно дорогие, почему-то, вот эти вот лезвия, а ручки, наверное, уже лет 15, наверное. Не знаю, в общем, я надеюсь, что вот эта штука, она заменит все три вот этих девайса, и больше не буду я мучиться, и буду быстренько бриться с утра, раз в недельку, или в две недельки. Я же все равно не полюблю бриться. В общем, посмотрим. Итак, стоит она 3000 рублей в Moskost.org, на официальном сайте Philips она стоит 2,5. Есть разные версии с двумя, тремя, четырьмя насадками, есть еще какие-то про-версии, где крутилкой регулируется длина стрижки волос. Вот, мне просто по дизайну понравилась, поэтому такая. Вот, ну что, посмотрим, на нее откроем и проверим, как это работает, что здесь внутри положили, с чего она состоит, сравним, ну, в общем, приступим. Вот так коробка с трудом на поддалась, здесь внутри какой-то мусор, инструкции. Инструкции никому не нужны, потому что инструкции для слабаков. Итак, в комплекте три насадки на 1,3-5 миллиметров, зарядка очень легенькая. Очень жаль, правда, что это не USB, потому что это все же гаджет, а не просто какая-то стандартная бритва. Ну, окей, ладно, могли бы и USB Type-C сделать. Так, ну, собственно, футляр для того, чтобы лезвие не царапалось или не загрязнялось для хранения. И сама бритва, она даже заряжена. Аккумулятора хватает на 45 минут, я думаю, что это несколько сеансов бритья, то есть ее заряжать примерно раз в месяц нужно будет. Я бреюсь не слишком часто, думаю, что один раз в неделю, один раз в две недели, ну, может быть, в четыре. Вот, ну что, попробуем побриться и понять, врут блогеры и маркетологи или нет. Для этого, наверное, стоит переместиться в ванну. Ну что ж, я добрался до ванны. Особо часто я здесь не снимаю, поэтому тут пришлось немного повозиться, чтобы поставить камеру на унитаз. Ну, попробуем побриться теперь. Бритвы действительно очень классно, даже не ожидал я, что будет так все быстро и легко. Усилия никакие прикладывать не надо, как для стандартной бритвы. Комбира, волосы вот сюда, конечно, сыпятся. Но это ничего страшного, она вроде как моется водой. Можно и на сухую бриться, и на мокрую, и, может быть, даже ноги можно не брить. Ну, конечно, еще не очень я к ней приспособился, преморовился. Но получается достаточно легко, волосы летят в разные стороны. В некоторых местах все же есть какие-то сложности, но с другими электробритвами там тоже сложности есть. Только со станком, наверное, просто достаточно брить, например, вот в этом месте проблематично. Сейчас попробую сделать лицо потолще. Вроде справился. Получилось очень быстро и приятно. Попробую теперь надеть на нее насадку на 5 мм и подровнять свою неаккуратную бороду. Немного стрёмно, вдруг сейчас что-то не получится и придется сбривать бороду, которую я отращивал последние 15 лет. Здесь на них написаны номера. 1, 3, 5. Вставляется вроде как просто, надо только сначала понять, куда тут что защелкнуть. Потом она легко снимается. Так же легко надевается. Ну, поехали. Могу сказать, что бороду брить этой штукой мне понравилось еще больше, чем сбривать остальных частей лица, волосы. Получилось достаточно ровно. Может быть, еще сейчас подровняю без насадки. Но штука реально очень классная. Неистово просто ее рекомендую. Я не ожидал, что будет действительно так прикольно. Вот столько волос я сбрил. Не так уж и мало. Хотя, наверное, бывает и больше. Вот. Так вот я теперь вывижу. Надо умыться. Кроме того, что она классно бреет, она очень компактная и легкая. Ну, то есть, ее можно брать с собой и в поездке батарейки. Батарейки вполне хватит на весь отпуск. Если вы собираетесь побриться там один или два раза, то провод можно даже с собой не брать, а оставить его дома. Выглядит классно. Если брать с собой Philips One Blade, камеру Xiaomi и iPhone X, то вы будете самым классным и самым модным на всем природе. Но очень странно, что она работает только заряженная от батарейки. Если в нее воткнуть провод, она перестает работать и начинает заряжаться. Может быть, в будущих версиях это исправят. В целом, я очень-очень доволен и очень вам рекомендую эту штуку. А Philips'у я рекомендую сделать так, чтобы она работала от зарядки, от провода, а не только от батарейки. Ставьте лайк, подписывайтесь. Надоело уже, что никто не подписывается. Да и лайки нахуй ставят. Все. Ждите еще больше тупых обзоров. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok